Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Выдающемуся украинскому гроссмейстеру Василию Михайловичу Иванчуку в текущем 2019 году стукнуло уже 50, но он продолжает нас радовать своими победами. Не так давно Иванчук выиграл достаточно представительный турнир в Хорватии и вернулся в клуб семисотников. Ну а сегодня мы с вами рассмотрим его партию, которая была сыграна в рамках чемпионата Украины в Харькове в 2004 году. В то время Василий Иванчук считался одним из лучших, сильнейших шахматистов мира. Он был тогда еще достаточно молод и играл очень и очень сильно. И конечно в любом турнире считался одним из фаворитов. Эта партия достаточно короткая, не сложная, но в то же время очень красивая. Поэтому я сейчас вам ее и покажу, конечно же останавливаясь на самых интересных моментах. В этом поединке Василию Иванчуку противостоял молодой международный мастер Даниил Шкуран. И в этой партии соперник Иванчука разыграл испанку. Е4 пошли белые, Е5, КФ3, КЦ6 и СБ5. А6 классическое продолжение. Этот ход еще называют защитой морфи. Именно так черными против испанской партии любил играть выдающийся американец. Слона А4. Сыграли белые, КФ6. В этой позиции основным ходом за белых является рокировка. И там дальше у черных выбор избрать открытый вариант, забрав на Е4. Либо сыграть одну из закрытых систем, развив слона на Е7. Конечно, кроме этих двух основных продолжений у черных есть и другие ходы. Но это, как правило, боковые веточки. В нашей же партии белые сыграли иначе. Ферзь Е2. Шкуран защищает центральную пешку. Есть такой ход. Белые пытаются сбить черных с основных теоретических линий. Но, как мы понимаем, творческая палитра Василия Ивончука настолько широка, что сбить его с проторенных дорог очень и очень сложно. Для него все пути известны. Ну и вот сейчас он развивает слона на С5. Нужно отметить, что в данной позиции и в дальнейшем белые, конечно, могли реализовать одну из главных идей испанской партии. То есть, разменяться на С6 и забрать пешку на Е5. Но здесь, конечно же, эта пешка не стоит того, чтобы вот так тратить время. Дело в том, что после ферзь Д4 нужно защищаться. Конь Д3, слона А7. У белых большие проблемы с развитием ферзьевого фланга. Например, на конь С3 можно сделать рокировку. Дальше черные играют ладья Е8, атакуют пешку Е4. Где-то белым нужно уже будет сыграть Ф2, Ф3. После чего проблемы с развитием только усилятся. Белые не смогут рокировать на королевский фланг. И постепенно черные захватят инициативу. Поэтому, конечно же, 2-0 сыграли так белые. 2-0 со стороны черных. С3 и Д6. Ладья Д1. Усиливая идею продвижения Д2-Д4. Черные играют слон Д7. Слон С2. Заранее уходя от возможного Б5, либо размена слонов. Слон А7. Черные уводят своего чернопольника. Предупреждая ход Д2-Д4 с нападением. Н3. Играют белые. Н6. Полезные ходы. И, наконец, Д4. Ладья Е8. Белые атакуют центральную пешку Е5. Черные же при вскрытии линии Е готовы атаковать центральную пешку белых, стоящую на Е4. ДЕ. Играют здесь в шкуран. Забрали, скушали, съели. Уже сейчас давление на пешку Е4 достаточно ощутимо. Хотя пока взять ее черные не грозят. Но это до поры до времени. Слон Ф4. Нападая и развиваясь. Ладья Е8. Конь Д2. И ферзь Е7. В этом положении белым стоило уже позаботиться об избыточной защите пешки Е4 и сыграть ладья Е1. Но шкуран не торопится. Он защищает центральную пешку. Играет король Х2. И только теряет время. Слон Б5. Ферзь Ф3. Слон С6. В этой позиции ход ладья Е1 уже ничего не давал. Так как после ладья Е8 черные атакуют центральную пешку аж пятью фигурами. Ну а белые защищая ее четырьмя сейчас добавить еще одну защиту не могут и просто теряют эту центральную пешку. Поэтому белые здесь пустились во все тяжкие. Сыграли слон Б3 нападая на ладью. Но контрудар по ферзю белых заставляет разменяться на Е4. Ладья бьет Е4. Тут стоило смириться с потерей пешки. После ладья Д2, ладья Е8 инициатива черных конечно же очень и очень серьезна. Мощнейший слон А7. Ну конечно преимущество двух слонов белых здесь совершенно не чувствуется. Потому что белопольник особо так и не работает. Поэтому здесь здоровая лишняя пешка дает черным серьезнейшее преимущество. Но повторюсь, для белых это было меньше из зол. Аж Куран пошел слон С2. Снова напал на ладью соперника. Та отошла на Е2. Контратакуя слона и пешку Ф2 на пару со слоном А7. И здесь белая совершает уже решающую ошибку. После слон Д3. Далее взятие на Б2. Ладья Д2. Взяли, взяли. У черных здоровая лишняя пешка после хода Д5. Но в партии последовала ферзь бьет Б7. Белые пытаются контратаковать соперника. Ответить ударом на удар. Но черные уже все подготовили для решающей атаки. Следует серия красивых комбинационных ударов. С очень интересными, привлекательными, хотя и простыми матовыми конструкциями. Конь Ж4. Такой ход сделал Иванчук. Имея ввиду с темпом подключить ферзя к атаке по диагонали А4 Д8. Если забрать коня, то как раз проясняется основная идея атаки украинского гроссмейстера. Ферзь Х4. Король Ж1. Слон Ф2. И дальше просто ладья АЕ8. Защитив ладью, черные угрожают матом в один ход. Ж3. Нападая на ферзя, защищая поле Х1 своим ферзем. Но после простого слон Ж3, очевидно, что здесь белые уже никак не могут защититься от матовой атаки. Поэтому после конь Ж4, коня не забрал Шкуран, отошел королем на Ж1 и ладья Е8. Заранее защищая ладью на Е2, имея ввиду вояж черного ферзя на королевский фланг, черные добиваются решающего преимущества. Рассмотрим возможные варианты. На взятие коня следует все тоже слон Ф2. И дальше ферзь Х4. Здесь как раз сказывается то, что черные заранее защитили ладью. Такую позицию мы с вами уже видели. Ну а если забрать слона на А7, то тогда еще очень красивый матовый финал. Хотя, конечно, и простой. Ладья Е1. Забираем временно жертвуем ферзя. И вот такой вот мат. Поэтому белые сыграли иначе. Слон Д3. Имея ввиду защитить поле Ф1. Шах. Если сразу забрать на Е1, все тот же удар ферзем. Забрали ладьё и закрылись. Ну и тут, конечно, слоны Ф2. И дальше ладья бьет Ф1. Еще один красивый мат. Ну а в партии было слон Ф1. Сразу закрылись белые. А черные поставили ферзя на Е2. После чего белым ничего не оставалось, как просто сдаться. Угрожает мат в один ход. Ферзь Ф1. Брать ферзя, конечно, ввиду связки нельзя. Ну а также на Ф2 провисает. Что сказывается вот в таком варианте. Ладья Е1. Ферзь Ф2. Король Х1. Ферзь Ж1. И это еще один красивый мат. Вот такая достаточно короткая партия. Василий Иванчук, конечно, на классе переиграл своего молодого соперника. Но, повторюсь, в то время Иванчук был действительно одним из лучших шахматистов мира. Играл в тогдашних супер турнирах. И довольно часто выигрывал у сильнейших шахматистов того времени. Крамника, Ананда, Каспарова и других. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. В этом случае не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok